Всем огромный привет! Сегодня я хочу снять обзор на эти два набора от фирмы AbrisArt. Мне поступил запрос от девочек. Они просили меня показать, что же находится в этих наборах. Да мне и само интересно, поэтому я с удовольствием откликнулась на эту просьбу. Я купила две картины из этой серии. Это триптих. Сейчас я покажу на картинке, что сама фирма имеет в виду. Мне понравилась история любви номер 3 с девушкой и история любви номер 1 с юношей. Артикул этих наборов AV-407 и AV-406. Вот этот триптих производитель придумал. Честно говоря, мне меньше всего понравилась история номер 2, которая посередине вы видите эту пару. Это уже более летний вариант. Мне почему-то осенний вариант понравился больше. И мне понравилось то, что это еще не оконченная история. То есть это люди, которые еще должны встретиться. Они в поиске, они ищут. Мы надеемся на их счастливый конец. А история любви номер 2, где они стоят под зонтом и целуются, мне кажется, здесь уже продолжения нет. Это конец этой сказки. Так как мы знаем, что сказки обычно этим и заканчиваются. И это уже не так интересно. Поэтому я выбрала эти два набора с мужчиной и женщиной. И я уже говорила, что планирую их отшить и повесить в коридор. Я думаю все-таки, что у меня будет осенняя такая композиция в коридоре. Так как я люблю менять по сезонам. Сейчас у меня висит зимняя композиция. Весной я думаю, что-нибудь еще придумаю. Летом поешу. Живи с отрывом. Если вы помните мышей на воздушных шарах. Ну, в общем, посмотрим. Есть из чего выбрать, слава богу. Давайте посмотрим, что это такое. Начнем с первой истории. Вот так набор лежал в конверте. Я его вынула через верхнюю часть конверта. Потом в конверте была такая упаковочка длинная. В целлофановом пакете. И когда уже целлофановый пакет снимаешь, здесь как раз от производителя идет некая информация. В данном случае о том, что это триптих. И это часть триптиха. И о том, что... Ну, здесь в данном случае это какая-то рекламная такая информация. Рекламный текст. И их контакты. То есть их можно найти в контакте. И еще одна карточка, где написано, что в данном случае эта картина вышивается бисером на натуральном художественном холсте. И то, что этот материал натуральный и требует к себе особого бережного отношения. Его нельзя ни сгибать, ни сжимать, ни заламывать, ни тереть и ни царапать. То есть надо будет придумать, как его расположить на раме, на пяльцах, для того, чтобы соблюсти все эти условия. Значит, я раскрываю само полотно. Полотно выглядит таким образом. Размер картины в итоге получается 21 на 40 сантиметров. Вполне себе прилично. Мне кажется, достаточный для оформления маленького пространства. Сейчас покажу вам поближе. Здесь полностью зашивка идет на девушке и на зонте. И частичная зашивка по фону. Лужи, дождь, асфальт. Мне понравилась эта идея. Вот полной зашивки фигуры, потому что фигура более значимая в данном сюжете. Ну и такой легкий набросок фона. Здесь сверху указал производитель ключ. Я надеюсь, по нему будет нетрудно ориентироваться. Иногда с этими ключами трудно ориентироваться, если цвета очень близко стоят и располагаются. Ну вот, слава богу, они обвели их разными цветовыми кружками. Это поможет разобраться, что к чему. И что меня еще заинтересовало, что сверху в левом углу, в верхнем левом углу, можно прочитать, что изображение на холсте предусматривает дополнительные 20 мм по всему периметру. Отделено едва заметные линии для возможности галерейного оформления без багета и паспорту. Если видно эту линию, практически действительно невидимую, она очень-очень тоненькая. Как я понимаю, что можно натягивать просто на подрамник. И это тоже выход из положения. Кстати, для коридора очень удачный вариант. То есть, если на подрамник просто-напросто натянуть и степлером, ну или каким-то еще другим способом закрепить эту вышивку, то, мне кажется, будет удачный вариант. Холст достаточно прочный. Но те, кто знает эту фирму, Абрис Арт, у меня на самом деле было всего две вышивки от этой фирмы. Вышивки машинок. Они маленькие. Но холст был точно такого же качества. Поэтому я думаю, что если вы когда-либо в своей жизни покупали наборы этой фирмы, то вам известно качество холста. И к набору еще прилагалась палеточка с бисером. Вот она, палеточка с бисером. В данном случае у... А, это я рассматриваю историю третью, да, с девушкой. Но они идентичные, поэтому нет никакой разницы, с какой начинать. У девушки написано, что здесь количество цветов бисера 14. И бусин всего 9323 штуки. Некоторых бусин, ну, совсем бисера, совсем мало. Совсем чуть-чуть. Я думаю, что это будет в основном фон. Так интересно. А, это будет зонт. Это будет на зонте какие-то пятна световые, такие розоватые. Ну, очень интересно, мне кажется. Обязательно попробую. Я думаю, что мне нужно закончить свою косметичку бисерную, чтобы не накапливать какие-то незаконченные вещи. И после этого я смогу приступить к этим работам. Мне самое очень интересно попробовать. Из больших бисерных картин я вышивала только икону. Вышивала ее на руках. Ну, вот не знаю, как буду вышивать эту. Это что касается истории номер три с девушкой. И покажу холст. История лесби 1. Здесь те же самые бумажные материалы вложены. То есть та же самая информация. Вот у нас мужчина под дождем. Если она в красном плаще, то он в синем. Скорее всего, в бисере будет больше синих оттенков. Вот здесь вот заметнее вот эта полоса для галерейного оформления. В кадр весь он, наверное, как-то не войдет. Они одинакового размера. Обманула. Они не одинакового размера. Мужчина у нас чуть пошире. 26 см на 40 см. Ну, хорошо, что они высота одинаковая. Я думаю, это спасет ситуацию, если я буду их вешать где-то рядом друг с другом. И бисер. В данном случае количество бисера больше. Вот таких оттеночков. Всего 10487. Но цветов на один меньше. 13 цветов. Здесь больше темного, конечно. Но зато больше и фиолетового. Я думала, больше будет голубого. Хотя, ну да, по картинке больше фиолетового. Вот, пожалуй, и все. Что касается бисера в этих наборах. Значит, набор содержит натуральный художественный холст, высококачественный бисер пресиоза Чехия, инструкцию и бисерные иглы. Значит, это пресиоза. И бисерная иголочка тоже в пакетике. Ой, даже несколько штучек. Три бисерные иглы. Наверное, они полагают, что иглы будут ломаться в этой работе. Ну, посмотрим. Честно говоря, у меня бисерные иглы ломались только один раз. Одну иголку я сломала. Ну, посмотрим, как оно будет. Единственный минус этих наборов то, что они не вкладывают нить. Какой ниткой вышивать. Ну, слава Богу, остались какие-то у меня нити. Честно говоря, даже не могу вспомнить, от каких наборов. И этой ниточкой тоненькой я и буду вышивать. Мононитью, боюсь, может прорвать холст. Ну, когда дойдет до работы над этими наборами, тогда я буду решать. Сейчас не буду забивать себе голову предварительно какими-то проблемами. Будем решать их по мере поступления. Это все, что касается этих наборов. Я была рада, если видео оказалось полезным для вас. Желаю прекрасного вышивального настроения. И до новых встреч. Пока.